Приднестровская армия Гвардия дислоцировалась на базе вот этой части, недалеко от центра Террасполя. Ее подразделения и приняли первые серьезные бои. Первый бой, первый батальон республиканской гвардии принял в Кочиерах по деблокированию полка гражданской обороны Российской Федерации и спасению семей военнослужащих. В этом же бою был совершен подвиг первым командиром батальона подполковником Воронковым. В ходе боя он был ранен в руку, спасая своих подчиненных, он накрыл с собой гранату. И так он погиб. Гвардейцы, ополченцы, казаки, все вместе они создали единую армию только после завершения войны, примерно ко времени проведения военного парада 6 сентября 92-го. Вот так выглядел первый смотр боевых подразделений. Первый показ преднестровцам солдат-победителей. Участник парада и 92-го, и 2015-го Александр Лукьяненко говорит, что прохождение расчетов было похоже и одновременно очень не похоже на нынешний, практически эталонный военный парад. Похож патриотизм в глазах. Не похоже, а немножко выучка строевая. В первом параде участвовали воины, которые воевали, в этом и разница. Со времени первого парада действительно многое поменялось. Подъемы по тревоге, выезды на позиции, стрельбы из стрелкового и артиллерийского оружия остались. Но самое главное, что вместо боевых действий сейчас это учение в мирных условиях. Военные люди всегда готовятся к войне, но мы больше всех хотим мира. Прошло четверть века, но развитие Приднестровской армии продолжается. Изменился период прохождения службы, принцип распределения солдат. Создана спорт рота, военный институт. В прошлом году парашютно-десантное подразделение армейского спецназа. В отличие от спецназовцев, этих солдат можно увидеть часто. На важнейших государственных праздниках, торжественных церемониях. Спина, как натянутая струна, четкий строевой шаг, идеальная армейская выправка. Рота почетного караула – это лицо Приднестровской армии. При этом здесь одна из самых высоких физических нагрузок. Под дождем и палящим солнцем эти бойцы часами отрабатывают строевые приемы. Повышенные нагрузки компенсируются усиленным питанием. Солдату РПК положена полуторная норма. Поначалу было немного тяжело, но со временем привыкаешь ко всему. И сейчас это уже как само собой разумеющееся. Все легко, учимся всему быстро. С этого года у роты почетного караула – новая парадная форма, сшитая по образцам знаменитого 159-го Кремлевского полка России. Впервые Приднестровцам она представлена на параде 2 сентября. А вот еще одна новинка армейской амуниции – форма, предназначенная для подразделений специального назначения. Изготовлена по самым современным российским стандартам. Как и предыдущие образцы, недавно появившиеся в армии. Идет плановая замена обмундирования, безусловно. Используются новые образцы для того, чтобы это было удобно бойцам при выполнении боевых задач. И в этой связи, конечно, первыми переоснащаются отряды специального назначения. Обстановку к западу, а теперь еще и к востоку Приднестровья, никак нельзя назвать спокойной. Поэтому сейчас особенно важно, чтобы наши солдаты не только выглядели достойно, но и были оснащены соответственно. Закупить новую боевую технику практически невозможно, но можно привести в порядок имущество, доставшееся от советской армии. На прошлой неделе в части передали бронетранспортеры, модернизированные армейскими инженерами. Предназначение – перевозка десанта, поражение наземных бронированных и низколетящих воздушных целей. Это всевогодные боевые машины для оборонительного боя. Мы сегодня являемся свидетелями, когда наши умельцы, наши мастера модернизируют старую советскую технику. Понятно, время проходит, советская техника стареет, необходимо ремонтировать. Здесь сделали немножко больше шагов вперед, прошла существенная модернизация, для того, чтобы личный состав был более защищен. А вот основа боевой техники и вооружения Приднестровской армии. Танки и бронетранспортеры, артиллерийские расчеты, специальные инженерные машины. Зрители увидели даже ракетные системы залпового огня. Я приехала из Москвы, специально хотела попасть на праздник. Просто впечатляет. Россия вместе с Приднестровьем – это однозначно. Поэтому мы горды за проднестровский народ, за его стойкость, за его мужество, за его любовь к миру и к людям. Очень красивые, подготовились хорошо, здорово смотрят. Настоящие защитники. И я уверен, что если у нас что-то будет, не дай бог, они нас спасят. У нас это называется нормально, красиво, подготовлено, смотрится, чувствуется, что есть армия. Вот это самое главное. Пусть думают те, кто на нас посягает. А вот еще одна единица техники – телевизионной. Она впервые используется на параде. Позволяет рассмотреть такие элементы, которые не видят даже стоящие на площади люди. Раз, два, три! Приднестр Баранец отметил, оборонный комплекс нашей республики при Евгении Шевчуке стал представлять значительный вес в этой части постсоветского пространства. Приднестровская армия пока еще находится в стадии становления. Но меня радует то, что Приднестровское руководство и сам президент Евгений Шевчук уделяют этому вопросу серьезное внимание. И то, что мне известно о вооруженных силах Приднестровья, они представляют собой значительную силу в регионе. Почти 130 единиц боевой техники, более 2000 военнослужащих. Праздничный парад действительно был самым массовым и потому зрелищным за все годы существования армии и республики. Степан Бугаев, проект «Точка отчета». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...